Будете просить записи, а записи нет. Все, отлично, запись пошла, поэтому хочу представить нашего тайного гостя. Сейчас мы проведем совместную презентацию. Это великолепная девушка, наш лидер, заряженная тремя событиями. Событиями встречи и йога-событиями. Это в Кемерово, в Барнауле и в Новосибирске. Поэтому поприветствую Наталью Моисееву. Поэтому, Наталья, включаемся, есть интернет, все нормально. Давайте проверим. Все получается отлично, Наташенька. Вот, отлично, заряженная волшебная брошь у Натальи. Не просто так, а здесь, да, все четко, все по системе. Не просто так, у Натальи великолепно растет команда. Круто идут потоки, с деньгами, скажем, днем все лучше и лучше благодаря нашей системе. Ну и, конечно же, все потому, что Наталья запустила свою трансформацию личности, да? Все правильно? Ну, включаем микрофон и давай поприветствуем, поприветствуем участников. Микрофончик, микрофончик. Добрый, добрый, дорогие друзья. Я рада вас всех приветствовать. Андрей, благодарю тебя за такую шикарную возможность, которую ты предоставил мне как наставник. И, конечно, благодаря твоей броши, после подарка у меня жизнь кардинально изменилась в лучшую сторону. Поэтому это очень здорово, классно. Но я представлю, да, кто меня не знает, я Наталья Моисеева, проживаю в Алтайском крае, в городе Барнауле. Третий год я вернулась как на родину. Я не просто жена, я жена военнослужащего, 20 лет Северов, 10 лет Чукотки, 10 лет Камчатки. И поэтому прошла со своим супругом очень хорошую школу жизни. И, как говорится, все прошли мы в жизни, да, которые нам встречались. И трудности, и радости, и все это мы перенесли вместе. Я чему благодарна, потому что школа очень-очень хорошая. И что бы в твоей жизни не происходило, вот этот стержень у меня есть внутри, именно вставать, как говорится, и идти только-только вперед. Вот, поэтому... Также я являюсь мамой, да, у меня два сына. Уже вот прям старший скоро заберут в армию, ему 20 лет, и младший 15 лет. Поэтому я счастливая мама, счастливая супруга. И мы живем в своем доме, о котором мы мечтали. Все базовые потребности у меня закрыты. Да, дом, квартира, машина. Но мне всегда хотелось быть свободной. И как раз я была вот в поиске в таком. В моей жизни всегда присутствовала либо MLM, да, индустрия, это и продуктовые, и матричные проекты. По мере взросления и готовности к информации ко мне приходили возможности. И также вот ко мне пришел поток кэш. На тот момент, когда мне пришла возможность, я была не в ресурсном состоянии. И я была в раздрайве, да, после хайпа, после потерь. Одна потеря за другой. Но вот почему вот я себе благодарна, да, я всегда верю в себя, именно не сдаваться и брать возможности. Но когда постучался по ток кэш, на тот момент вот я сказала нет, нет. Потому что была вот в раздрайве, да. А потом через несколько дней мне снова постучались и сказали, ну давайте будем разбираться. И как раз вот я рассмотрела, разобралась. И просто как, знаете, когда разгоняешь поезд, да, набирается скорость, и ты уже остановить не можешь. И ты просто прешь, и за месяц ровно я закрыла лидером в потоке кэш. Прям дату, вот чем мне нравится. Ты ставишь цель, прям датированную себе. И к этому времени идешь, прям вот каждый день делаешь шаги. И вот прям день в день я закрыла лидер, чему очень-очень рада. Благодарна своей команде, которые в моем окружении оказались на тот момент, да. Да, именно те люди, которые были в поиске. А у меня просто офигенное предложение. Кто-то слышал сразу, присоединился, кто-то пришел позже. Через два месяца, через полгода, через девять месяцев, через год. У каждого созревание было свое. Но с периодичностью я делала касание этих людей, да. И вот получилось сейчас вот такой мощный фундамент нашего сообщества, да. Вот именно команды, чем вот я получаю огромное удовольствие, что у нас завязано не только на деньгах. Как вот Андрей, да, вот я помню на презентацию приходила, и Андрей говорил, у нас это не про деньги. Думаю, ну как бы не про деньги. Но сейчас я вот именно понимаю, что наш фундамент является отношение между людьми, это судьбы людей, как изменяется жизнь. И ты смотришь, как происходит перетрансформация твоих партнеров, ну и прежде всего и себя, да. Как бы если ты идешь в плюс, то у тебя все получается. Хотя у меня тоже было в минус немножечко, да, назад откат, но я собралась, и благодаря как раз Сергею Белоусову, нашему топ-лидеру, да, и Женечке Белоусовой, благодаря йоге у меня произошло вот это какое-то обнуление, именно с новой, я с новой энергией готова вот это давать, отдавать, и я вот просто счастлива сейчас. И мне было очень приятно, вот, ребят, правда, что я все делаю правильно. Когда-то в чате инициатива я тоже выступала спикером, и на встречу в Новосибирске ко мне подходит уже состоявшийся лидер третьего ранга Елена, и она говорит, подходит такая ко мне, прям обнимает меня и говорит, Наташенька, там, Моисеева, здравствуйте, я так хотела с вами познакомиться, встретиться, я мечтала об этом. Вы когда-то рассказывали, да, вот презентацию, и мое знакомство именно произошло в вашей презентации в потоке Кэш. Для меня это было очень-очень радостно, да, что благодаря вот моему выступлению и позиционированию о нашем фонде пришло в наше, да, вот наше сообщество Елена, и здесь уже состоялась как лидер, и на это повлияла я. И вот ее слова тогда на тот момент были, вот именно, она прям проговорила, что после потерь Елена тоже пришла в нересурсном состоянии, но от меня она услышала единственную фразу, что я начала здесь с чистого листа. Весь прошлый опыт убрала и начала изучать жадно информацию. Поэтому, дорогие друзья, вот кто сегодня первый раз на нашей презентации, вот, пожалуйста, вот просто погрузитесь в сегодняшнюю с нашим Андреем атмосферу и услышьте, что-то вы поймете сразу, что-то не сразу, но услышьте наш вот такой посыл, что вы действительно в самом уникальном месте, не похожи ни на что. Спасибо, Андрей. Это точно, Наташенька, мы в очень уникальном месте, и это начинаешь понимать чуть попозже, когда начинаешь разбираться, когда начинаешь вникать. Насколько нашу систему не понять? Здесь надо остановиться, выдохнуть, успокоиться, углубиться и начать разбирать. Деньги не любят суеты, деньги любят спокойное движение вперед к своим целям. Поэтому Наташа себе придумала, что через месяц она будет лидером. Пожалуйста, она через месяц стала лидером. Как вы себе придумаете вашу жизнь, так у вас все и будет, потому что вы сами вершители своей судьбы. Вот скажи, пожалуйста, Наташа, вот такой вот момент. Вот для кого вообще потоки? Для чего? Для кого денежные потоки? Вот за одну минуту, что за люди в основном у нас здесь остаются? Вот для кого они, вот как ты считаешь? Для тех людей, которые именно хотят быть финансово грамотным, да, и они пришли сюда вот на всю жизнь. Вот я сейчас говорю об этом, что я сюда пришла на всю жизнь. Уже какие-то ко мне, да, поступают предложения, я уже не рассматриваю. Потому что, ну, Меркурий – это моя жизнь, каждодневная жизнь. И это именно для тех людей, да, которые захотят здесь разобраться, включиться, не урвать и убежать, да, а именно вот шаг за шагом, да, открывают потоки, все потоки. Вот я за неделю открыла все потоки здесь в нашем фонде. Потому что мне было интересно, как это все изнутри работает. Потому что тебе невозможно рассказать твои эмоции, да, вот это как все механизм работает, пока ты в этом не находишься. А когда ты уже знаешь, как идет начисление, как работает определенный, да, поток, период, и тебе легко этим делиться. Но я всегда говорю новичкам, вот, ребят, что бы я вам ни говорила, но вы находитесь пока не в системе. Вот как только вы зайдете в систему, откроете какой-то поток, у вас придет со временем понимание. И, конечно, информационное поле. Если ты находишься в информационном поле с окружением, окружение это очень сильно влияет. Если сильное окружение, оно тянет тебя вверх и ускоряет твой результат. Если окружение такое вялое, да, и, как я говорю, вяло текущее, то и результат тоже не будет мотивации. А мотивация – это результаты. Вот что бы мы ни говорили, а результаты именно мотивируют каждого партнера, каждого лидера. И поэтому хочется больше, больше и больше. Когда вот приглашают другие проекты, то ты понимаешь, зачем бегать за деньгами, когда в нашей системе их можно просто получать, да? То есть это кардинально другой уровень взаимодействия людей. То есть первый уровень – это коммерческие проекты. Сначала это найм и так далее, потом вот это вот коммерческие проекты. Это беготня за деньгами в желаниях накормить хозяина проекта, да? А вот уровень другой – это кассовая взаимопомощь. Именно та система, которая выстроена за 12 лет, не сразу она стала такой вот красивой, идеальной. Она выстраданная система. Эта система создана не за один день. Эта система создана на протяжении 12 лет. И она каждый раз все лучше и лучше. Это эволюция, это живой организм. И он постоянно совершенствуется и совершенствуется. Поэтому это система для людей ищущих, для людей, которые хотят как-то по-другому, для людей, которые задрало терять, задрало бегать где-то, подустали немножко, наработались уже. Кто не наработался, пожалуйста, топаем на работу. Здесь вам делать нечего. Вам надо работать. Это важный момент, это очень серьезный. То есть сколько людям не говори, а им надо еще не наработать, понимаете? То есть еще мозоли от ерма нету на шее, поэтому надо ермой еще энергии много. Дурная голова ногам покоя не дает. Еще поэтому надо топать ножками на работу. Вот кто уже немножко поумнел, помудрел, вот кто хочет постоянно растущий пассивный доход. Вот это у нас система постоянно растущего пассивного дохода. Кто хочет себе создать один раз в своей жизни такую систему, грамотно ей управлять и изменить просто свою жизнь, качество своей жизни и все, и стать свободным человеком. Поэтому мы говорим, мы сообщество свободных людей. Тот человек, который может сам решать, что ему делать. Вот сегодня я путешествую по Беларуси, по разным городам. Вот сегодня я в очередной город приехал. Что ему делать, когда ему делать, для чего ему делать, в каком количестве ему делать, зачем ему делать и так далее. То есть мы сами все себе решаем. У нас нет ни хозяев, у нас нет ни владельцев. У нас есть идейный вдохновитель, основатель нашего сообщества, который захотел, чтобы как он, таких свободных людей стало больше. И он создал систему высвобождения, высвобождения других людей от финансовой зависимости, от нужды постоянного заработка денег. И сегодня мы об этой системе с Натальей вам и расскажем. Для того, чтобы начать разбираться, надо прежде всего зарегистрироваться. Поэтому возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который вам дал эту информацию, и зарегистрируйтесь. Это первый важный шаг, которого надо начинать. И у вас будет доступ к кабинету, к информации. И вы сможете хоть почитать и начать разбираться. И у вас будет уже, соответственно, свой пригласитель, кому вы можете, и лидер, соответственно, задавать уже вопросы. Если же у вас нет пригласителей, вы не знаете, как попали в этот чат, бывает и такое, то можете обращаться ко мне, можете обращаться к Наталье и регистрироваться. Наталья даст вам реферальную ссылочку, и вы зарегистрируетесь. Либо к любому лидеру, который в списке у нас есть. Бот раскидывает здесь список всех лидеров-консультантов, проверенных, поэтому грамотных, можете обращаться к любому. Наталья вот тоже у нас появится с сегодняшнего дня в списке. Да, еще список пополнится у нас. Список у нас живой, он постоянно меняется, поэтому следите за этим списком. Вот Татьяна сегодня появится и Наталья. У нас еще в списке появятся еще наши два великолепных лидера, поэтому обязательно берите этот список и выбирайте себе наставника. И после того, как вы зарегистрируетесь, у вас появится кабинет, и вы увидите наши потоки. Это такие закладочки разного цвета в нашем кабинете. Давай с какого первого начнем? Какой твой любимый поток? Давай. Ну, я бы хотела, знаете, начать с быстрого потока, потому что как раз вот быстрый поток, знаете, чем мне нравится, и почему я пришла сюда, приняла решение? Именно по быстрому потоку, так как это деньги на каждый день. Вот прям, да, ты сразу зарегистрировался, открыл поток и сразу получаешь результат. Это очень круто. Вот я именно вот это оценила, потому что когда в прошлых хайпах, да, я видела красивые цифры на кабинете, но я им пользоваться не могла. А как раз быстрый поток меня вот именно включил здесь, да, и стали определенные действия. Тем более быстрый поток, возможно, начать, ну, просто с трех тысяч рублей, что и я и сделала, когда сюда зашла. Потому что у меня от слова денег совсем не было, вообще не было. Вот. И как раз вот быстрый поток мне чем, да, нравится, что ты можешь сам выбирать абсолютно сумму допустимую свободных денег, которые у вас есть. И ты можешь зайти, да, фиксированная сумма. У нас их 17 быстрых потоков, и выбираете сами. Вот. Поэтому это 3 тысячи рублей, да, 15, 20 тысяч, 30, 40, 60, 80, 90. И можно открыть даже, да, 900 тысяч рублей. Быстрый поток, который вот даст в день начисления 31 500, да, очень круто, а за месяц 45 тысяч рублей. Но вот, по крайней мере, я сужу по своей команде, да, так как у нас команда потеряшки, как я говорю, ну, теряли деньги, бесконечно теряли, то ребята у меня заходили просто на 3 тысячи рублей. Это ты, значит, нажимаешь нашу любимую кнопочку, начислить прибыль, и тебе выходит каждый день 120 рублей. И это очень круто. Ты уже можешь, например, да, там накопилось денежка, либо открыть еще один поток, либо вывести его на жили-были, как говорится, и уже применить, да, ну, для своей жизни. Вот, поэтому я обожаю эти быстрые потоки. Когда вот я заходила, да, немножко поделюсь, то мы вот использовали стратегию, я это в команду внесла, что от больше, максимально большой суммы в дальнейшем я открыла, и по уменьшению пошли дальше быстрые потоки открывать. И суммарно это выходит достаточно хорошая сумма. Вот, ну, сейчас немножко другая стратегия. Вот, поэтому... Это уже сложный процент, это уже немножко по-другому, это же там командное обучение, это уже тонкости. Вот, поэтому в каждом потоке можно запустить сложный процент, между прочим. А потом можно запустить сложный процент между потоками, а потом можно запустить сложный процент между площадками. Но это уже секрет. Впереди. Да, вот, и еще есть подвид быстрого потока, да, это супербыстрый поток, вот как раз 1 сентября прошлого года стала вот такая уникальная возможность, да, чтобы мы запускали супербыстрые потоки на 15 дней, и она как находится в заморозочке, да, вы начисляете денежку каждый день, нажимаете также кнопочку, но потом вам дается, именно выводится сумма вложенная и плюс прибыль одной суммой, это за 15 дней это 10,1%, да, а быстрый поток 20%, вот, например, с 3 тысяч рублей, это такие малыши, вот, как мы их называем в команде, малыши, высокодоходники, это быстрый поток 20% и супербыстрый поток 5%, ой, 5 тысяч, да, 10,1% за 15 дней, который дает хорошую-хорошую прибыль, и у нас вот партнеры их любят, вот, поэтому попробовать можно, посмотреть, как это работает, и уже вы будете понимать, и уже потом, когда будет приходить доверие, вы будете открывать уже, ну, более высокие суммы. Все верно, Наташенька, у нас есть много участников, у которых открыты все номиналы, а в каждом потоке там около 17 номиналов, от 3 тысяч до 900 тысяч, вот так вот номиналов, 900, 800, 700 там и так далее, вот таких вот номиналов, представляете, да, то есть суммарно где-то даже в обычном быстром потоке это получается капитал около 4 миллионов, вот, который дает, если все среднюю посчитать, прибыль где-то от 5 до 7% чистыми в месяц, понимаете, да, это только обычный быстрый поток, а супербыстрый тоже самое может вам дать, то есть суммарно, если у вас запущены там все номиналы и там все номиналы, то у вас суммарный доход там 400-500 тысяч ориентировочный, плюс-минус там надо смотреть, и доходность тоже вот где-то от 5 до 7% чисто, если в среднюю взять доходную, да, а может даже чуть-чуть немножко и побольше, вот, поэтому, дорогие друзья, это система постоянно растущего пассивного дохода, она создана не для того, чтобы вы срубили бабло, она создана для того, чтобы вы стали свободным человеком, Дмитрий Васадин замечтал эту систему еще 13 лет назад, 14, вот, честно сказать, 17 лет назад, потому что начал он о ней мечтать и создавать, моделировать сообщество в далеком 2006 году, представляете, да, сколько лет он думал, он только лет 7 думал, да, и в 13 году только было запущено сообщество и началась уже идти работа по созданию всей системы, да, которая потом модернизировалась, модернизировалась, и вот, больше, около 4 лет назад она уже стала денежные потоки, и это самая крутейшая психологически, математически разновременная система, которая позволяет нам деньги иметь каждый день абсолютно, то есть смысл ее создания только один, чтобы вы не задумывались о том, где брать деньги, вы знаете, где их брать, открыли кабинет и взяли деньги, вот, все, это очень просто, поймите, да, и потому что так наш мир устроен, что люди подсажены на иглу денег, вы не можете с нее соскочить, представляете, несмотря на то, что люди считают себя очень умными, как там, Homo sapiens, да, человек разумный, но по большей части, по большей части далеко от разумного, я считаю, что, потому что вообще денежная система это уже далеко от разумного, как априори, да, вот, есть благостные фильмы, там, допустим, не знаю, «Прекрасная зеленая», хороший, интересный фильм такой, да, которые показывают, что можно выстроить человеческое общество далеко даже без денег, и будет всем всего хватать, представляете, всем всего будет хватать с избытком, но мы живем в той системе, мы не против ее, но надо в ней жить и уметь эффективно, поэтому создана наша касса взаимопомощи, чтобы в этой системе жить эффективно, чтобы в этой системе вы могли себе позволить больше, чем обычный человек, который не задумывается над смыслом своей жизни. Следующий поток, к которому мы перейдем, Наташенька, какой у тебя? Так, ну давайте, наверное, сделаем стартовые потоки. Стартовые потоки, если честно, скажу, можно поделюсь опытом? Стартовые потоки, как раз когда я познакомилась, я просто не была готова к стартовым потокам, и это отодвинуло именно приход сюда в наш фонд, потому что я не была готова вкладывать, да, как инвестор, вложил-получил именно в стартовых потоках, у меня не было этой возможности, поэтому отодвинулось вот это именно дни входа сюда в наш фонд. Стартовые потоки как раз у нас и учат инвестированию, да, грамотно, вложил-получил, вложил-получил. У нас тоже стартовые потоки, можно начать от 5 тысяч рублей, но сейчас по истечению времени уже я понимаю и своей команде об этом говорю. На 5 тысяч это просто посмотреть, как работает эта модель инвестирования. Просто у нас же есть там криптовалюта, да, наша, Екаринси, которую мы вносим при каждом открытии любого потока, и благодаря ей у нас идет увеличение нашей прибыли. И как раз вот именно на 5 тысяч рублей, если сравнить даже с 10 тысяч рублями, да, открытие, то на подтяжку Екаринси на 10 тысяч уходит Екаринси меньше, чем на 5. И плюс еще, когда мы открываем, да, этот поток, то принятие в систему, пока для вас это слова непонятные, но, услышьте, принятие в систему нашим фондом в зависимости от открытия стартового потока именно вот идет тоже разница, да, кое-каринси. Система принимает, если на 5 тысяч это одно, на 10 тысяч выше, вот. И поэтому, ребят, вот кто серьезно нацелен, то, конечно, открывайте больше номиналом. Наши топ-лидеры показывают, конечно, это прекрасно, там и на 100 тысяч рублей открывают стартовые потоки. Но вот кто действительно хочет в этом разобраться, ну, хотя бы, хотя бы открывайте, ну, хотя бы на 10, хотя бы, ну, не на 5. Да, это так, да, это так, действительно. Ну, и, конечно же, надо понять смысл стартового потока. Стартовый поток – это обучающий поток, который вас заставляет качать мышцу вашу инвесторскую в голове, да, чтобы вы потом вот этот навык перенесли на другие потоки и делали правильные действия. Это вложил, забрал, вложил, забрал. Вы качаете, как в тренажерном зале, мышцу – расслабил, напряг, расслабил, напряг. И таким образом у вас начинают простраиваться правильные нейронные связи в голове, которые… Андрей, пропал. У вас простраиваются в голове правильные нейронные связи, которые дают вам шанс выйти из нужды заработка денег, из финансовой зависимости. Вот этот очень важный момент. То есть вас же этому в школе не учили, да, в детском саду не учили, в школе не учили, в университете, в училище, техникуме не учили, после этого вам дали диплом и выпнули во взрослую жизнь. Сказали, иди, зарабатывай, живи, понимаете? И что? Вышел, и что? Вспомните себя, первые пять лет, наверное, что вы делали? Вы спускали все деньги, да, все, что можно было, направо, налево, если кто был еще не семейный, да? Вот. Какие-то непонятные траты, мало зарабатывали, не понимали, куда вы идете, как можно ставить цели, то есть идти к своим мечтам. Это какое-то вообще, какие мечты тут, понимаете, да? То есть и так далее. Вас этому не учили, так вот эта система не просто дает деньги, она еще обучает правильным действиям, как тренажер. Берете, садитесь на тренажер, фитнес-центр пришли, у нас финансовый фитнес-центр. Вот, вы пришли, начинаете тренироваться, раз, открыли поток, получили, сняли, подтянули и каренси, получили прибыль, вывели, завели, изменили свое качество жизни, опять, и так далее. Это финансовый фитнес-центр, поэтому и с элементами квеста, с элементами квеста. Поэтому, дорогие друзья, стартовый поток – это интересно, но самый интересный номинал от 100 тысяч. Можете поменьше начинать, но самое интересное, самое высокодоходное – это, конечно же, от 100 тысяч. Сашенька, а вот ускоренный, расскажи, пожалуйста. Еще можно я добавлю, Андрей, по стартовому потоку. У нас стартовый поток работает 20 периодов, именно вот обязательное пополнение каждые две недели. Да, вот как Андрей говорит, вложил, получил, вложил, получил. И именно вот где-то на седьмой период мы каждые две недельки вкладываем фиксированную сумму, например, вот 10 тысяч. Вы получаете, вложили 10, получили 2,5, например. В следующий раз через две недели вложили снова, подтянули и каренси. Там уже, например, плюсом еще вам прибавилась сумма. И вы на седьмой период как раз уже выходите, знаете, уже вы не выкладываете из своего кармана. Вам система полностью возвращает, да, вот уже там шестое начисление, когда произвели на седьмое, то вы уже получаете там 11 с копеечками. И вы уже, вот как говорят, да, вышли в безубыточность. Все, на самоокупаемость. И уже можно, фу, спокойно выдохнуть и уже наслаждаться периодами. И как раз вот у нас стартовый поток работает 20 периодов, либо 10 месяцев. И, как заявлено, да, нашим фондам, что прибыль составляет 150%. А сейчас у нас... Доход, доход. Наташенька, доход, доход. Да, а прибыль у каждого будет своя, в зависимости от ваших эффективных, правильных действий. Будете делать правильные действия, у вас прибыль будет больше. Будете делать неправильные действия, неэффективные, прибыль будет меньше. Это как в жизни, как в бизнесе. Вот открыли вы цветочный магазинчик. Если вы там заранее с поставщиками, маркетинг себе придумали, у вас все красиво, вы там какие-то акции запускаете, клиентов наработали, правильно общаетесь с людьми, к вам пошли клиенты. Вы все делаете правильно. А рядом такой же магазинчик. А он вообще хреново общается с клиентами. Что надо, какой цветок тебе там, да? К нему люди не идут и так далее. То есть он делает неэффективные действия, занимается, можно сказать, не своим делом. Поэтому очень важно разобраться с помощью вашего лидера, наставника, в том числе и вашего пригласителя, в правильных и эффективных действиях. И этому тоже обучают в нашей команде в том числе. Поэтому стартовый поток – это интересный поток. Но есть еще ускоренный стартовый поток. Наташенька, расскажи, пожалуйста. Да, ускоренный стартовый поток, он очень чем интересно? Вы сокращаете время. Если на стартовом потоке надо прождать 6 периодов, на 7-й вы только выходите в плюс, да, то ускоренный стартовый поток вы вносите, например, 10 тысяч. Вот вы открыть хотите, да, ускоренный стартовый поток на 10 тысяч, то вам необходимо внести сразу, да, 40 тысяч рублей. Вы оплачиваете за 4 периода, а 5-й, 6-й период вам дарятся как в подарок. Вы сокращаете время, и уже через 2 недели вы получаете плюсом прибыль. Это очень круто. Многие партнеры любят, открывают вскоренный стартовый поток. Поэтому, ребят, выбирайте и используйте по максимуму, потому что время – это деньги. Абсолютно верно, да. 7-й период – это как раз тот период, где начисление больше, чем номинал потока. Поэтому дальше будете получать все больше, больше и больше. И неинтересно открыть какой-то один поток. Интересно по стратегии открыть много потоков. Но к этому придете постепенно. Задача понять, как он работает. Следующий наш поток. Многими всеми любимчик – растущий поток. Расскажи, пожалуйста, Наташа. Растущий поток, ребят, я тоже на него зашла сразу, потому что он мне стал интересен. Но когда я заходила, да, сейчас я понимаю, что я так не завожу своих партнеров уже по своему опыту, но так как денег не было от слова совсем, я зашла на растущий поток на 7 тысяч рублей. И, конечно, прибыльность – это сразу чувствуется, да, потому что у нас, ну, опять же, фондом, да, можно попробовать начать, посмотреть, как это работает, от тысячи рублей. Но это неэффективно, сразу скажу, неинтересно, вообще неинтересно, потому что вам доходность даст 50%. Также следующая сумма от 5 тысяч рублей вам доходность даст 75%, да, от 10 тысяч – это уже 100%. И, конечно, сейчас вот там лидеры многие скажут, ой, что там 10 тысяч, да, но вот у каждого своя финансовая емкость, вот, поэтому вот сейчас я, например, завожу, если кто-то хочет попробовать, попробовать, как это работает, это не менее 10 тысяч рублей. В идеале это, ну, хотя бы 50, да, потому что это, да, 125%, ну, а уже получается, если вы открываете, да, растущий поток на, получается, там, на… сейчас, Андрей, подожди, пожалуйста. Ну, давай, растущий поток, если открываем на 10 тысяч, то он превращается в 20. На 100 тысяч, да, все, включилось. На 50, в 112, на 100, 200. 125% на 100 тысяч – это 150%, да. А давай будем называть конкретные суммы. Люди не поймут процентов, давай будем. Вот 10 тысяч превращается в 20 тысяч. 20 тысяч, да. 50 тысяч, во сколько? Там получается 112. Да, тысяч. А 100 тысяч превращается в 250. Правильно. А 500 тысяч – это 175%. Миллион 375. Да. И 1 миллион, самое крутое, превращается в 3 миллиона. Это поэтому, ребята… 3 миллиона, друзья. 5 миллионов, 15, 10 миллионов, 30 миллионов и так далее. То есть, дорогие друзья, это очень обалденный поток, это любимчик у всех просто. Если еще стартовый, там кто-то сидит, репу чешет, елки-палки, не пойму, туда-сюда, надо же качать мышцу. А кто поймет? Вот многие люди, многие люди ходят в фитнес-центры. Очень мало. Процентов 5 в лучшем случае по всему миру ходят в фитнес-центры. А другие 95 не понимают, ну что сидишь и тягаешь, вот так вот тягаешь. Вот то же самое многие стартовые не могут понять, вот зачем вот сидеть и качаться, да. Вот то же самое. Как бы зачем? Для того, чтобы у вас развился, чтобы вы эту мышцу вашу перенесли в растущий поток и делали там правильные действия, да. То есть когда-то мы несколько лет назад там пополняли растущий там только от 10 тысяч. Сейчас я себе вот сюда вот в голову вставил такой маленький барьер, я стараюсь вообще, ну, уже побольше пополнять. Ну, а самый маленький барьер, которым пополняю я свой растущий поток, это 120 тысяч. Потому что после пополнения 120 тысяч он превращается в 300 тысяч, плюс 300 тысяч потоку после подтяжки икаренси, конечно. Потому что прибыль у нас во всех потоках за счет подтяжки нашей криптовалюты икаренси, которые мы покупаем на биржам, по рыночному курсу намного ниже, чем у нас берет кабинет, чем у нас берет наш фонд коллективного самообеспечения либо касса взаимопомощи нового поколения. Поэтому, дорогие друзья, растущий поток – это как денежное дерево. Вы его посадили, начинаете взращивать, он вам в каждом разом дает все больше, больше и больше. Это как яблоня, посаженная на третий год, даст пару яблочек, на пятый – больше, а на десятый – еще больше. Это вот так вот и здесь дает растущий поток. Только растущий поток, конечно же, быстрее работает. Скажи, пожалуйста, какое сознание у тебя есть по растущему потоку? Какие, может, проценты, а не увеличение каких-то идет ежедневных или еще там? Как он работает? Как ты рассказываешь про него другим участникам? Получается, это вот прибыльность, мы ее видим со временем, да, это первый момент. А у нас еще идет, когда мы только вносим сумму, да, с подтяжкой и каренцией увеличивается, у нас прибыль сразу в потоке мы видим, какая у нас будет прибыль. Доход. Доход, да-да-да. Вот, и начинается у нас начисление с 0,3%, вот, и каждый день у нас прибавляется 0,01%. Это 0,31%, 0,32%, 0,33%, и вот так вот у вас идет каждый, каждый, можно сказать, сложный, да, процент. Постоянно увеличивающиеся начисления, да, пока вы держите денежки в копилочке, то есть пока накапливаете, у вас растет процент. Как только взяли из копилочки, то процент уменьшается в процентном соотношении к той сумме, которую вы взяли. Забрали половину копилку, у вас наполовину откатилось, забрали полностью, опять к 0,3% откатывается, и опять начинает расти, к 0,31%, 0,32%, и так далее. То есть очень интересный, очень интересный поток, поэтому однозначно его надо пополнять, тоже так же снимать, пополнять, снимать. Как в стартовом, тут просто всю стратегию, что вы научились, тактику, вернее, да, мы переносим в растущий поток, и у вас будет все очень-очень хорошо. С помощью растущего потока наши участники покупают машины, квартиры, избавляются от долгов, телефоны, там, ноутбуки, что хотите, вот, путешествия, поэтому растущий поток дает. Да, у меня как раз вот, я, наверное, такой партнер, да, который, у меня так как базовые все потребности закрыты, да, мне не нужна ни квартира, ни машина, ни дом, это все есть. Но я всегда мечтала путешествовать, и вот в этом году у меня вот все мои путешествия благодаря растущему потоку. Я съездила в Астану, да, вот была в Новосибирске, была в Кемерово, а также вот в Барнауле, да, у нас когда Сергей был. И знаете, вот от чего я получала огромное-огромное удовольствие, что если я что-то хочу, да, я не смотрю на цену, а я просто хочу и это осуществляю. Это очень круто, ребят, поэтому раскачивайте свой растущий поток, и будет вам счастье. Абсолютно верно. То есть вот никто нас не учил с деньгами работать в долгосроке, вот этот момент, он очень важный, да, вот. А здесь мы создаем себе, и каждый сам себе развивает, потому что вы становитесь как бы директором и финансистом своего кабинета, да. Вот у меня свой кабинет, я сам отвечаю и за все действия, которые я там делаю, я сам отвечаю, вот. И пользуюсь этими плодами тоже я сам, да. Также у Наташи свой кабинет, да, она там директор, сама финансист, сама бухгалтер, сама распоряжается по как она управлять будет своими потоками. Поэтому у вас будет свой кабинет. И кабинеты у всех одинаковые. А вот как вы ими управляете, вот в этом-то и большое отличие между всеми разными участниками. Кто хорошо учится, тот быстро врубается и начинает правильно управлять кабинетами. Кто плохо учится, тот чуть-чуть помедленнее, потом допонимает, но помедленнее начинает правильно. Сначала косячит, да. Вот, ну это неважно, в любом случае все равно все у всех очень хорошо. Ну что, следующий поток у нас, накопительный поток. Да, я его тоже обожаю. Вот просто обожаю. Вот я как раз его открыла самым последним. Как раз у нас были подарки от фонда. Я попала, как раз, когда я зашла, 21 июня, да, я выбрала прям эту дату, день солнцестояния. И как раз, Андрей, помнишь, да, как раз было у нас от фонда, мы могли денежку вывести 7 и 21 числа. Я еще это застала, как говорится, да. Вот. И накопительный поток я открыла через неделю и воспользовалась. Сейчас вот вчера получила, я делилась, да, плотерейки. Ну это, добегаю вперед, вот. И мне очень понравилось, что действительно, когда партнеры уже начинают доверять фонду, они открывают накопительный поток. Это уже доверие. И накопительный поток вы можете сами спрогнозировать. Это как, я не знаю, там, пособие, либо там будущая ваша пенсия, да. И я, я помню, открыла на тысячу рублей. Посмотреть, как это работает, что дает, ну вот прибыль, да, в тысячу превращается в пять тысяч рублей. И там в зависимости от периода вы сами выбираете. Самый минимальный, когда вы вкладываете, да, ежемесячно, это не, как бы, не нужно активничать, да, ежедневно. Вам только необходимо каждый месяц вкладывать денежку. Вот открыли вы на тысячу рублей, и каждый месяц вы вкладываете тысячу рублей плюс подтяжка и каренси. И через три года вы получаете уже каждый, каждый месяц в течение последующих трех лет по пять тысяч рублей. Ребят, круто, вообще круто. Вот у кого там детки, да, там в садик ходят, можно спрогнозировать, запланировать и выбрать период. И уже вам денежка будет такая, как говорится, копилочка, да, где вы можете вытащить и уже ничего не отказывать своему ребенку. Или там, например, у вас ребенок поступает в институт или в университет. Очень хорошее подспорье. Да и вообще для нас, для девочек, просто себя побаловать тоже очень здорово. Но я на этом не остановилась, да, я открыла еще на пять тысяч рублей, что в дальнейшем это даст двадцать семь с половиной тысяч. Ребят, представьте. То есть у тебя уже пенсия уже продуманная конкретная, да? Может, уже больше, чем он может. Но я еще не остановилась, я еще не остановилась. Я же привыкла к хорошей жизни, да, как бы себя баловать, да. Как вот и ты нас учишь, что качественные БАДы, там баловать себя всевозможна. Я тоже себя люблю, и поэтому я еще спрогнозировала и открыла. Как раз у нас были подарки от нашего любимого фонда. Я открыла, поставила планку выше, чем я могу. Ребят, вот еще один лайфхак. Ставьте планку выше, чем вы можете. Потому что, когда у вас получается, вы горды собой, что у вас все получается, и вы это смогли. Я открыла накопительный поток на двенадцать тысяч рублей, что в дальнейшем даст шестьдесят девять тысяч рублей. А суммарно три суммы – это сто одна тысяча пятьсот рублей. Ребят, ну вообще супер. По пенсии ты супруга переплюнула, да. За один год. За один год причем, да. Супругу пришлось двадцать лет служить, да, по-моему, да. Ты за один год – бах, и все. Ну ладно, поделишься ты, девочка добрая, поделишься с ним. Да-да-да. Он у тебя классный. Это накопительные потоки. Это круто. Это очень круто. Открывайте обязательно, вот открывайте. Вот как только вы это почувствуете, как раз это и показывает, насколько вы доверяете фонду. Пришли вы сюда навсегда или нет. Поэтому вот так вот. Но есть еще период, больше, самый большой – это двадцать пять лет. Вот, ну, мне захотелось попробовать, да, здесь и сейчас, хотя бы через три года уже начать пользоваться. Ну, я думаю, что, возможно, со временем и больше период. Там, конечно, и доходность больше. Поэтому выбирайте. Все в кабинете. Заходите, регистрируйтесь. И еще там у нас есть классный калькулятор, который я тоже обожаю, да, что вы можете понажимать, поиграться и запланировать, посчитать, на что вы способны. Отлично. Это в трех словах про накопительный поток. Ну, а более подробно вы узнаете, когда зарегистрируетесь, конечно. Поэтому берем ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и регистрируемся. Регистрация ни к чему не обязывает, зато будет у вас вся информация для того, чтобы вы могли почитать. Ну, а в гостевом чате вы понаблюдаете, как здесь люди живут, что они тут пишут и вообще, то есть за общей атмосферой. Если вы человек мудрый, значит, просекете, что здесь надо задержаться, что здесь надо остаться и присмотреться. Если же голова ногам покой не дает, то, значит, топаем на работу в другие проекты, кормим хозяев проектов. Мы сейчас расскажем, что такое коммерческие проекты и как они отличаются от нашего сообщества и от сообщества свободных людей, и от кассы взаимопомощи. Это другая психология абсолютно. Следующий поток, о котором мы расскажем, это лотерея, наша беспроигрышная лотерея. Давай, в трех словах. Скажи, пожалуйста, Наташа. Да, это, ребята, вот знаете, это возможность сразу стать миллионером, потому что у нас именно поток удачи, его называют, да, лотерейка. Наши команды его обожают. Постоянно мы покупаем, если еще мы дарим лотерейки на день рождения, либо вот у меня, да, в команде лидеры. Вчера вот у меня была семейная пара, год как в сообществе, и я дарю своим лидерам всегда лотерейки в подарок. И, конечно, это по максимуму. Ну, начнем с минимального, это блю, да, лотерейка, возможность купить за 100 рублей и поучаствовать в выигрыше, что даст вам, например, джек-пот составляет 300 тысяч рублей. Лотерейка у нас беспроигрышная, ребят, минимум два числа. И вы получите, все равно вы что-то получите, вот так вот, 30 рублей, да, и если вы обычный лотерейный билетик покупаете, и он у вас не сыграл в плюс, то вы его просто сомнете и выбросите, и расстроитесь, насколько вы неудачник, да. А вот именно у нас лотерейки, они беспроигрышные. У меня партнеры, даже вот два часа совпадет, они радостные, что что-то все равно получили. Как я говорю, раскачиваем денежную энергию. А если три, а если четыре? А вчера был джек-пот, да, на испанской площадке. Вчера джек-пот, вот, женщина из параллельной команды, сколько, 3000 евро сразу, бам, и все. Вот, поэтому играйте и выигрывайте, у нас беспроигрыш лотерея. Следующая синяя, да, у нас лотерея, блю. Да. У меня так партнер, она пришла, купила лотерейку, 2500 выиграла, такая счастливая, довольно. Очень здорово. Вот, или мальчикам, у нас команда, да, у нас очень много мальчиков в команде. И вот я в прошлом году на 23 февраля, а, нет, в этом году, да, 23 февраля, я подарила нашим мальчикам 22 билета. Всей структуре, короче. Ребята такие довольные. Вот у нас партнер выиграл у лидера супруг. Он прям вытащил сразу денежку, пошел, получается, помыл машину на автомойке, такой счастливый, довольный. Ну, часть как бы, да, вывел. Такой счастливый, довольный, что вот он выиграл на 23 февраля. Да, поэтому у каждого, как я говорю, свои игрушки. У девочек одни, у мальчиков другие. Да, лотерея добавляет такие эмоции позитивных, интересно. Поэтому вы играете и выигрываете. Поэтому я регулярно выигрываю 3-4 числа, поэтому обязательно всегда участвую. У меня на каждой площадке есть всегда лотерейные билеты. Поэтому, что я кричу, это тоже поток, это тоже своеобразный поток. Да, мгновенный результат, между прочим, ребят. Сразу раз и все. Ну, следующий у нас именно лотерейный билет. Это за 500 рублей. Да, и возможность выиграть полмиллиона. Вот, поэтому, ребят, тоже приобретайте. У кого финансовая емкость в жире, то приобретаем. Ну, и наш золотой голд, это 1000 рублей, да, лотерейный билетик. Это возможность выиграть миллион. Минимальная вот выплата, это 450 рублей. И как раз вот я тоже делилась, да, вчера о том, что я пополнила накопительный поток свой на 12 тысяч рублей. Мне подарок дали 6 лотереек голд по номиналам в 1000 рублей. И один, как раз у меня билетик сыграл, и 1800 я получила. Очень круто. Вот так вот, ребят. Поэтому обязательно, вот даже попробуйте батарейные билетики. Вам понравится. Отлично. Но это еще не все. Несмотря на то, что потоками больше у нас мы рассказали. То есть давайте пройдемся. Это первый у нас поток. Это быстрый был, потом супербыстрый. Третий поток у нас был стартовый, ускоренный стартовый. Пятый у нас был растущий. Шестой накопительный. И наша лотерея «Седьмой поток». Но это еще далеко не все. Есть еще две прекрасные возможности. Дело в том, что у нашего сообщества есть рекламный бюджет. И мы можем через реферальную программу использовать этот рекламный бюджет. Либо для увеличения качества своей жизни, либо для разгонки потоков. Многие умные люди используют именно так. Поэтому, Наташенька, расскажи, пожалуйста, про реферальную программу. Какие есть бонусы. У нас есть два вида бонусов. Расскажи. Да. Вот, ребят, знаете, когда я сюда пришла. И помните, да, у меня денег не было от слова совсем. И когда я зашла в кабинет, стала изучать. И как раз я открыла, там у нас есть такая красненькая верхняя строчка. Как создать денежный поток и эффективно управлять им. То вот эти все-все-все плюшки, если вы прям под запись сделаете, изучите. И как раз я увидела шикарничный инструмент. Как раз это реферальные вознаграждения. У нас фонд не дает рекламы. Мы идем к людям от сердца к сердцу. И поэтому фонд нас вознаграждает за это. И я, так как, да, МЛМ-предприниматель с 20-летним стажем, который не боится приглашать людей, да, а наоборот, я дающий, да, вот именно лидер, даю возможность. Я не прошу, а я даю. И я понимала, что мне есть кому предложить. И благодаря вот реферальным вознаграждениям я открыла за неделю все свои потоки. Вот если у вас нет денег на потоки, открываем рот, да, делимся возможностью. Вот, поэтому, ребят, вот смотрите, быстрые потоки, да, у нас, если приходит к вам партнер, то у нас в быстрых потоках идет не проценты, как мы привыкли, да, в МЛМ-индустрии, а именно плюс один день начисления. Вот если вы зашли на 3 тысячи рублей, как это сделала я, да, открыла на 3 тысячи рублей и стала делиться информацией с другими, и ко мне стали приходить в структуру мою, в команду люди. И плюс 120 рублей, 120 рублей, и у меня поток уже отработал не 30 начислений, а плюсом 15 за месяц. Это получается, поток у меня отработал не 30 дней, а 45. Представьте, как здорово. А если у вас эта сумма больше, да, вот если у вас там открыт поток на 90 тысяч, и ваш партнер открыл на такую же сумму, плюс один день, 3,270. Ну, вообще круто, ребят, как не приглашать? Тут я не знаю, надо приглашать обязательно. Ну, идти на опережение, открывать, согласовывать, да, как я говорю, новичку со своим наставником, что планируют открыть вот такой-то номинал потока выстрела. Это очень важно, ребят, момент. Вот я обращаюсь к новичкам, обязательно созванивайтесь со своим наставником, не обижайте своего наставника, радуйте его, и тогда у вас будет все прекрасно. Вот, а если вот у меня, например, пришел очень классный инвестор, как я говорю, Наденька, она увидела такую шикарную возможность в растущем потоке. Да, конечно, она зашла на быстрый поток, но она увидела такой офигенный инструмент растущего потока, что она может осуществить все свои мечты, и скоро она уже это сделает. Она у меня первый миллионер в моей структуре. И получается, что реферальные даются 7% от пополнения. Ребят, вы посчитайте, да, зашел к вам партнер, независимо, да, на 100 тысяч рублей, вам 7%, это 7 тысяч рублей. Ну, просто офигенно. Ребят, вот вам, нате, а если у вас не один такой партнер, а если у тебя, у вас 10 таких партнеров, ну, круто же, круто, очень круто. А партнеру выгодно зайти на 100 тысяч рублей и подтянуть и карантин, потому что у него в потоке будет 250 тысяч рублей, и он начинает плавно его, как бы, управлять. Ну, давай уже проценты не будем, уже все, это слишком долго, это уже мы превращаемся в командное обучение. Это самые, вот, ребят, главные, да, быстрые и очень важные, и вот растущие ребят. Ну, уже в кабинете там посмотрите. Да, в кабинете, смотрим в кабинете во вкладочке вознаграждения за развитие проекта от 2 до 10%, в зависимости от потока, пожалуйста, заходим и смотрим, читаем. Вот это очень важно в нашем деле, читать, думать, а потом делать. Вот, теперь есть еще один прекрасный бонус. Расскажи, пожалуйста, это уже лидерский командный бонус. Да, ребят, это тоже очень классно. Как раз вот я почему поставила себе цель за месяц закрыть лидера, потому что я тоже в этом видела офигенный, вот, вот, просто я по-другому не могу сказать, инструмент приумножить, ну, вот, в несколько, в несколько раз ваш доход. Потому что я даже вот смотрю, да, по своей команде, у меня идет дубликация, это важный момент, дубликация, когда у вас, в вашей структуре, это все спускается вниз, да, и вы уже вот просто не управляете бизнесом, вот, приятный когда такой, да, вот, открываешься, а у тебя там прилетели лидерские, прилетели лидерские, вот даже вот по растущему опять потоку, ребят, вот вы, например, да, просыпаетесь, а у вас кто, ну, вот, пополнил, да, ваш партнер, вы получили 7% как реферальный, и плюс еще 5% как лидер, итого 12%, ребят, ну, вообще классно, классно. А теперь расскажи, пожалуйста, вот, как стать лидером, что надо сделать-то? Ребят, очень просто, вот просто, надо поверить в себя, прежде всего, я могу это сделать, да, и начать приглашать единомышленников. Кто заряжен идеей так же, как вы? Вот кто прям этого желает, кто хочет от жизни лучшего, и создать вот этот мощный фундамент, как я говорю, единомышленников. И всего лишь нужно 10 партнеров в первую линию. Ну, и, конечно, так как вы лидер, открыть все потоки, которые у нас существует в фонде. И сдать экзамен топ-лидеру, пройти обучение, сдать экзамен, все. И на совете лидеров уже вместе с топ-лидером принимаем решение о присвоении вам должности лидера, потому что вы становитесь не просто лидером, а лидером-консультантом. То есть вы начинаете уже консультировать других участников. Вот это очень важный момент. Значит, вы сами должны разбираться в этом. Вот, соответственно, чему вас, соответственно, вышестоящие лидеры вас и будут обучать. Поэтому это народный инструмент, и народ учит сам себя. Народ учит других людей, кто уже знает, они учат уже следующих. Знают, учат следующих. Такое наставничество передачи знаний постоянно идет. Да, и причем бесплатно абсолютно. То есть, допустим, у нас в команде выстроена четкая крутейшая система обучения, и она абсолютно бесплатная. А эти знания стоят, поверьте мне, миллионы рублей. Инфобизнесмены с удовольствием продадут вам их. Вон, пойдите, разные курсы. Чуть что вправо-влево курс, плати, 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 плати. Постоянно, да? Миллионы рублей эти знания. У нас же в команде они абсолютно бесплатны. Мало того, что вы встанете на путь финансовой свободы, мало того, что будете получать хороший бонус, так еще и бесплатное обучение за миллионы рублей. То есть, понимаете, да? А в наш информационный век самое дорогое – это те навыки и знания, которые вы сможете завтра применить и получить прекраснейший результат. Поэтому, дорогие друзья, это, наверное, самое крутейшее место, где стоит быть, задержаться на дольше. Вот именно поэтому я здесь уже седьмой год, скажу вам честно. Я седьмой год наблюдаю за развитием сообщества. И, скажу честно, здесь стоит реально задержаться. Если вам надоело реально бегать за деньгами, хотите просто их получать, вот здесь надо создать систему себе, настроить ее, управлять ей, развивать ее, которая сможет вам давать каждый день спокойные деньги. Это спокойные деньги. Есть деньги не спокойные, а есть спокойные. Вот здесь вот спокойные деньги. Если вам мандраж надоел по жизни, да, то здесь вы войдете в такой вот аристократический, спокойный денежный тонус у вас будет, да? Вот. Буквально полгода-год, и человек даже с самыми там слабыми потоками, он уже начинает чувствовать облегчение, ему как-то денег становится уже больше. А если вот как Наталья за месяц просто решила, и все, я вот лидер, и все, понимаете, вот, а у тех еще быстрее, поэтому все тут от вас зависит. У нас сообщество свободных людей. Что хотите, то делать. Хотите приглашайте, хотите не приглашайте. У нас уже не обязательно приглашение, да, Наталья? Хочешь, приглашай, хочешь, не приглашай. У меня есть те люди, которые... Наталья построитель команды такой, да. Но есть здесь для всех. У меня есть партнеры, которые приглашают, а есть партнеры, которые не парятся, они себе создали прекрасные потоки, и теперь их деньги дают им еще большую свободу. Поэтому тут есть для всех, для всех есть место, как говорится, каждому свое, и здесь есть полная свобода, что мне очень нравится. Давайте теперь, Наташенька, расскажем про финансовую инфраструктуру, что у нас есть, вот это важный момент, и ответим на часто задаваемые вопросы. А потом, если у народа еще будут какие-то вопросы, то еще ответим, да, хорошо. Что у нас есть в инфраструктуре, вот, то есть у нас есть наши площадки, да? Вот расскажи, пожалуйста, что у нас есть еще, еще, еще. Ну, так как, да, вот я пришла, это была у нас наша российская рублевая платформа, и со временем, вот у нас уже, когда я пришла, да, у нас еще есть пять платформ, которые, нет, не считая российскую. А, ну, тогда, да, 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 ну, вообще шесть, а так вот, если не считая рублевую, то у нас еще пять дополнительно платформ, которые нашу финансовую емкость расширяют наше понимание, кругозор, видение, и я тоже поставила цель, что я хочу быть лидером на всех платформах, вот. Вот, и первая у нас платформа, это европейская платформа, где мы приумножаем в евро, и у нас вот такая идет стратегия, да, что когда к нам приходит новинок, мы рассказываем о всех платформах, о возможностях и заводим по возможности сразу на все платформы. Евро, да, это евро европейская, испанская тоже в евро приумножается, далее у нас идет польская, злотых, выгодная очень платформа, ребят, обязательно рассмотрите. Дальше идет у нас, сейчас скажу, Кыргызстан, да, это у нас Сомы, она такая же по доходной, по прибыльности, да, как и рублевая, и плюс еще совсем недавно у нас открылась британская, это фунты в стерлинге, поэтому, ребят, но инструмент очень-очень шикарный, и, если Андрей позволишь, да, я расскажу, если вы заходите даже на все платформы на малышей, на 30, на 50, да, но на все платформы, то вы имеете, ну, очень вкусный процент. Пенсию, вы имеете пенсию, обычную пенсию. Поэтому, ребята, обязательно заходите, изучайте, и потому что, ну, это очень выгодно, очень выгодно, так как валюта у нас валантийна, да, может быть, рост, и прибыль тоже очень здорово, классно. Вот, поэтому будьте, будьте на всех платформах. То есть это валютная диверсификация. У нас не просто есть, что-то идет, фонит немножко. Выключивайся микрофон, Наташенька, попробуй микрофон у себя. У вас не просто валютная диверсификация, а у нас идет перераспределение как в потоках, между потоками, между площадками, так еще и между валютами, да. То есть вы можете такой создать себе прочный фундамент вашей финансовой свободы, и вам будет абсолютно по центру, что произошло в этом мире, а будет всегда что-то происходить. Мы сейчас живем в постоянно меняющемся мире, очень быстро меняющемся. То есть в какой-то стране какой-то кризис валютный, там что-то валюта упала, вам без разницы, у вас 6 площадок, дальше будет еще больше. И как только сообщество будет разрастаться, будут еще открываться другие площадки, и будет еще больше валют. Таким образом будет 10 валют, 15 валют, представляете? И у вас везде прекрасные кабинеты. Ну это просто непотопляемая жизнь. Понимаете, да? Я надеюсь, вы в состоянии это представить себе, да? Но это же далеко не все, у нас же есть еще. У нас есть наш криптовалютно-платежный сервис. Наташенька, расскажи, пожалуйста. Да, это наши потрясающие, да, сберкасса и мани-сторинж, платежные системы, которые между собой, они спокойно, да, мы можем переводить как со сберкассы на мани-сторинж, как с мани-сторинж на сберкассы, абсолютно любые валюты, да, и даже покупать, например, нашу криптовалюту в Викаринсе, мы можем смотреть по курсу, если вы на бирже еще не умеете, да, это делать, вы можете посмотреть, какой курс мани-сторинж на сберкассе и вот так вот переводить икаринс из платежных систем, вот. И у нас получается, как свой мир, да, и свой банк, мы можем, вот, независимо от того, что происходит в мире, да, именно пользоваться вот этой своей платежной системой, как свой вот безчейндж, как говорится, обменник, как заводить, как выводить валюту, абсолютно любую, и это очень здорово. И это очень классно, так как за действованной нейросеть это делается вот просто мгновенно, вот просто мгновенно, да, вот это вот транзакции, как говорится, переводы. Абсолютно верно. То есть у нас шесть площадок, два криптовалютно-платежных сервиса, один заточен для постсоветского пространства, другой для западной финансовой системы. Дальше у нас есть своя криптовалюта икаринси, которая сейчас растет в цене, и за последние, наверное, года-два она, мне страшно даже эту сумму назвать, больше, чем раз в сто подорожала, дальше еще будет дорожать. Вот почему? Потому что все большее количество людей создают все большее количество потоков, за счет этого идет спрос и цена на криптовалюту. Дальше у нас свой облачный майнинг, это тоже хорошая штука, с помощью которой можно зарабатывать майнинг икаринси, да. У нас есть еще наша нейросеть, вот как Наташенька сказала, это полностью мы убрали человеческий фактор, и нейросеть управляет всеми нашими финансовыми потоками, обеспечивая безопасность и, можно сказать, бесперебойность, вечность работы нашей системы. Она отвечает вот уже второй год за безопасность работы нашей системы. И, конечно же, блокчейн, дорогие друзья мои, это вообще дорогая штука. Блокчейн не каждый даже европейский банк имеет, но он у нас уже есть больше, чем 5 лет, он постоянно модернизируется и развивается с огромной скоростью транзакций, когда вы начнете пользоваться нашими криптовалютно-платежными сервисами, вы сразу же почувствуете вот эту скорость перевода денежных средств. Это дорогого стоит. Это наша инфраструктура. Я знаю еще минимум еще 5 сайтов, 5 проектов. И так-то я уже управляю 10 сайтами. У меня настроен браузер на 10 сайтов. То есть, представляешь, да? Я думаю, у тебя то же самое. А дальше будет еще больше. Будем управлять 15 сайтами. Вот это вся инфраструктура, которая дает возможность деньги иметь каждый день. То есть, это не просто какая-то хрень, которая кормит хозяина коммерческого проекта. Это дорогая инфраструктура. Инфраструктура – это то, что стоит очень дорого и делается очень долго. С одной единственной целью – с этим в долгую жить. Все. Иначе невыгодно делать инфраструктуру. Инфраструктура – это вот, если взять город, это электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция, даже асфальт к вашему подъезду. Это все инфраструктура. Это стоит уличное освещение, чтобы вы не запнулись, когда домой шли. Это все стоит очень дорого и очень долго делается для того, чтобы с ней в долгую жить. Поэтому, дорогие друзья, также наша финансовая инфраструктура, она не быстро создавалась. Но мы ее сделали, затратили несколько десятков миллионов долларов для того, чтобы с ней жить. Вот это важные моменты. Именно она делает нас свободным сообществом. Потому что мы не зависимы ни от кого. У нас есть своя инфраструктура, мы ей пользуемся. Понимаете, нам не нужны никакие кошельки, еще там что-то. У нас есть все свое, и мы всем своим великолепно пользуемся. Дальше. Следующее. Давай ответим на часто задаваемые вопросы. Допустим, откуда у нас деньги? Допустим, вот откуда берутся деньги? Я вот называю пять источников. Вот давай вспомни, сколько вспомнишь, я тебе потом дополню. Пять источников у нас есть, денежный средств. Давай, откуда деньги берутся в потоках? Ну, конечно, это же с наших денежных потоков, которые мы запускаем. И это просто нескончаемый поток, потому что, когда партнеры здесь находятся, они запускают с этой большей мощью, с силой денежные потоки. И не то, что новички приходят, да, к нам приносят, и из-за этого у нас тут благодаря новичкам. Нет, абсолютно. Получается, что денежные потоки, дальше реферальная система. Не совсем не так. Первый источник дохода, это, конечно же, за счет роста нашей криптовалюты и каренсии, за счет прогнозируемого роста. Потому что прибыль в потоках, вернее, в потоках за счет доходности и каренсии. Вот это основная и жирная статья дохода. Второе, вот справедливо перераспределение по одноранговой сети. Не по пирамидальной системе, как коммерческих проектов, а по одноранговой сети. И этот принцип когда-то был озвучен впервые, если вы историю немножко изучали, королем Артуром, да. Там круглый стол, первый среди первых, равный среди равных, король среди королей. Так вот и здесь. У нас у всех кабинеты одинаковые. Неважно, вы здесь находитесь 10 лет, 7 лет, как я, год, два или завтра зарегистрируетесь. Кабинет будет у всех одинаковый, проценты одинаковые, потоки, алгоритмы у всех одинаковые. А вот как вы ими управляете, вот в этом-то очень большое отличие между участниками. Кто-то учится, кто-то не хочет учиться, думает, что он умный. Оказывается, в итоге он теряет, не теряет, а недополучает деньги из-за своей глупости. Поэтому самое главное, правильно, вот Наташа сказала, что здесь надо начать с нуля, и начать обучаться, и начать повышать свой уровень финансовой грамотности. Потому что даже у нас есть главные бухгалтера, финансисты, у нас есть сотрудники банков. И многим из них пришлось реально попыхтеть, чтобы врубиться, как работает наша система. Представляете, да? Эти люди всю жизнь деньгами работают. Но, тем не менее, они не допирали. Где же здесь деньги? Потому что они видят деньги в статике, а надо не видеть деньги в динамике. И надо видеть, как они во времени растянуты, да? Дальше, про справедливое перераспределение попозже немножко расскажем. Так, и от того, что у нас не коммерческий проект, у нас социальный проект, у нас нет хозяина, и поэтому вся прибыль остается здесь, в системе. И распределяется, соответственно, все наши кабинеты в том числе. В коммерческих проектах вся прибыль, весь все сливки, запомните, уходят хозяину. Это единственный смысл создания коммерческого проекта – это накормить хозяина. Все, нету больше ничего, и для этого делается бизнес, хозяин делает бизнес, чтобы накормить самого себя, чтобы собрать голодных, и чтобы голодного хозяина, но умного, эти голодные люди накормили по пирамидальной системе. Так устроены все коммерческие проекты, абсолютно все, какие бы они там красивые не были. Все, что надо для коммерческого проекта – идея, маркетинг красивый, что там еще надо, внутряночка, какая-нибудь заманушечка, и все, вот, пошли кормить хозяина. Вот этот момент. У нас же нет хозяина, да, потому что у нас есть идейный основатель, и он еще даже за 7 лет до создания сообщества он уже был сытым. Он настолько уже был сытым, что уже скучно было жить, понимаете? Поэтому он замечтал не бизнес, у него куча бизнесов, он замечтал сообщества, единомышленников замечтал, которые такие же свободные, как и он сам, которые не думают, где брать деньги, они знают. И он создал систему, кассу взаимопомощи, чтобы другие голодные объединились и помогли друг другу. Вот. Один сытый создал систему для других голодных, чтобы мы объединились и помогли друг другу. И накормили друг друга, и стали тоже сытыми. Вот в чем прикол и отличие коммерческого проекта от кассы взаимопомощи нового поколения, которая в нашем сообществе. Конечно же, правильно Наташа сказала, деньги от того, что потоки так хитро устроены, что мы их постоянно пополняем. Мы их пополняем, снимаем, пополняем, снимаем, и каждый раз мы снимаем все больше, больше, больше. Но в то же время мы и пополняем, пополняем. А в связи с тем, что у нас уже несколько сотен тысяч, и каждый в разное время пополняет, 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 у нас деньги есть всегда, представляете, да? То есть это называется денежный мультипликатор. Если вы не понимаете еще, что такое, загуглите, поизучайте. И, конечно же, я вот эту фишку просек, когда уже стал анализировать работу своей команды. Это чуть-чуть попозже произошло. И я увидел еще один источник дохода. Это от неэффективного управления своими кабинетами. Хорошо, что в моей команде это процентов 10 таких участников, да? Которые говорят, я все знаю, мне все быстро понятно, да? И идут в кабинет и начинают делать неэффективные действия. И проходит какое-то время, этот человек смотрит, что он с кем-то начал в одно время, а этот человек уже его обогнал. И тут он начинает понимать, что он что-то не то делает. И тут он начинает учиться, наконец-то, да? Поэтому и начинает делать эффективные действия. Но на определенном промежутке времени, когда он думает, что он умный очень, вот на этом времени он делает неэффективные действия и экономит, экономит системе деньги. Представляете, система бы и рада ему дать больше, так не берет же, понимаете? То есть чем пополнять два раза по 10 тысяч растущий поток, он мог бы пополнить на 50, допустим. Или 5 раз по 10, на 50 он бы больше взял, да? Если как пример привести и так далее. То есть очень много маленьких нюансов, которые дают понимание глубины системы и дают еще большие деньги и так далее. Я еще знаю два хороших источника дохода, но это уже больше для командного обучения, для презентации достаточно вполне. У нас и так все очень жирно. И тот, кто в состоянии этого понять, это очень хорошо. Следующий очень интересный вопрос, который мне задают. А, пирамида. Пирамида. Вот это слово сейчас. Многие не понимают, что это такое, но все так ее боятся. Чем отличается пирамида от кассы взаимопомощи? Это кардинально две разные структуры. То есть пирамида у нас, это когда низы кормят верхи. Как правило, это коммерческие проекты. А кассы взаимопомощи, одноранговые сети, это как у нас, когда все равны. То есть, допустим, пришли, пошли вы в поход. Допустим, вы работаете в коммерческой фирме и решили корпоратив сделать поход. И неважно, кто там по должности, все идут, несут рюкзак с собой, все идут. И сели вокруг костра, и вокруг сварили там большой красивый суп, там рюку наварили еще. Каждый поделился своими продуктами из рюкзака. И большой чан такой сварили. И вокруг все сели. И неважно, кто, то есть генеральный директор, главный бухгалтер, начальник цеха, главный инженер, мастер, обычный там даже грузчик на производстве. Все сели дружненько и все накормили с этого большого котла. Вот так же и здесь, это касса взаимопомощи. Вот так это все работает. Это я образно, очень примитивно рассказал. Там все намного более элитнее. И просто так нейросеть уже этим всем управляет. Именно поэтому принципы совершенно разные. А у пирамиды это прежде всего... Кстати, вы знаете же о том, что вы живете в пирамиде. Если вы еще до сих пор этого не поняли, пожалуйста, идите. Вот я вас очень прошу, вот я вас очень прошу. Пока есть у нас доллар в обменниках, мы идем в обменник и покупаем один доллар. Один доллар. Подождите, у меня где-то может быть здесь есть... Сейчас я вам даже достану, да? Специально вот у меня есть кошельки на память. Я его все взял, представляете? Сейчас я открою свой кошелек и я вот наношу. У меня там есть даже не один, у меня там есть даже два доллара. Там есть всякие там юани, везде, где я в разных странах ездил. Я везде валюту эту, да? Вот, вот один доллар есть, понимаете? Вот, смотрите, вот она, пирамида. Вот пирамида. Видите пирамиду, да? Так вот, вы в ней живете, вы в ней живете уже. Хотите вы этого или не хотите, вы думаете, что вы умный или глупый, думаете, что вы богатый, небогатый. Неважно, но вы живете вот в этой пирамиде, вот в этой. Вот нарисовали для дураков специально, да? Потому что это делали очень умные люди. Это очень умные люди. И они сделали эту пирамиду много-много-много, уже даже сотен лет. Потому что они только сто лет пробивались, чтобы это получилось, этот законопроект провести. И у них это получилось в 1913 году. Изучите историю создания мировой финансовой системы, и у вас все получится, да? Хотите вы этого или нет, вы живете вот в этой пирамиде. Видите, тут все видящее око, вот тут вот вверху, да? Все видящее око, да? А тут вот пирамида. Вот. И вы, если у вас есть банковская карта, вы уже участник мировой финансовой системы под названием банковская система пирамидального типа. Поэтому поздравляю, с чем я вас поздравляю. Поэтому если вы не будете понимать, как она работает, по каким принципам, то, конечно же, вы не сможете изменить свою жизнь. Ну, вообще никак. Вообще у вас шансов просто нет. Поэтому наше сообщество объединилось, чтобы вот, есть вот эта пирамида, а мы тут скраюшку отдельно, у нас другие законы. Потому что у этой пирамиды есть свои законы. И одно важное правило — это утром встать и пойти на работу. Вот это одно из главных правил в этой пирамиде. Встать утром, надеть штаны или юбку и топать на работу до своего гроба. Вот такое правило жизни вот в этой пирамиде. Она так устроена, эта пирамида, по таким правилам. Мы решили вот тут вот собраться своим сообществом и создать другие правила. Потому что с этими правилами пирамиды мы не согласились. У нас свои правила, которые дают каждому участнику жить совершенно другой, свободной жизнью. Вот. И теперь еще один вопрос. Сейчас создаем лохотрон, не лохотрон. Вот я это называю люди, которые непосредственно мыслят шаблонами, да? Ярлыками, шаблонами. Все мужики-козлы. Все бабы-дуры. Там все стервы. Там все кто лохотрон, пирамида. Вот у человека не хватает своего жизненного опыта. Человек не понимает, где он живет и не наработал еще его, да? И он мыслит вот так вот ярлыками, да? И когда ко мне эта информация пришла 7 лет назад, 10 лет в бизнесе меня приучило не вот так вот клеить ярлыки, а тестировать и нарабатывать свой личный опыт. И только после этого я мог реально принять решение, надо мне это в моей жизни или не надо. Вот этот момент, он очень важный. Если вы без наработки своего личного опыта начинаете клеить ярлыки чужих мнений, то вы живете не свою жизнь. Я вам очень соболезну. Никогда свободной вы не будете, потому что надо сначала разобраться. И слава богу, я еще 7 лет назад не ступил. Мне в этот же день дали информацию, в этот же день я зарегистрировался, в этот же день я пополнил свой кабинет. И в этот же день первый раз я нажал начисление. У нас тогда не было потоки, у нас был другой алгоритм, но это было тоже очень интересно. И я стал разбираться, что за система. На хрена людям дали такую халявную возможность иметь денег? Кто это сделал? Я начал задавать себе вопросы. Мне было очень интересно. Я ищущий человек по жизни, мне было очень интересно. Я докопался до Дмитрия Васадина, я докопался до его философии. Попозже немножко даже вам как бы скину сюда в чат философию сообщества Дмитрия Васадина. И это меня зацепило. И зацепило, потому что у меня уже была база знаний. Потому что я уже знал, что такое мировая финансовая система, как она была создана. Я уже смотрел фильмы такие, как «Дух времени», первая, вторая, третья, четвертая части. Я уже смотрел, что такое «Деньги, пирамиды, долгов». Далее хотя бы мультфильм «Осильте», и то, слава богу, будет «Фабиан», либо «Хочу весь мир плюс 5%». Вот это посмотрите. Вы уже начнете понимать, где вы находитесь, для чего вам это все. И потихонечку выруливать в свободу, в свою свободную жизнь. Где вы сами решаете, как вам эту жизнь жить. Не начальник, не барин, не еще кто-то. Вы сами свободный человек. Это культ у нас в такой сообществе свободы. Именно не борьбы с кем-то, с чем-то, а свободы, начиная с самого себя. Вот в чем прикол. Вот когда есть история про революцию в Индии, как про Махатмаганди, сделал революцию. Он им запретил, всем индусам, бороться с англичанами, которые были колонии, колонизировали Индию. Дальше сопротивляться, ни в коем случае вооруженный конфликт не вступать. Самое главное, не покупать индийские товары и не работать на англичан. Все, прошел буквально год, английские компании начали банкротиться и таким образом, как бы, как паразит, сам немножко отстал. Конечно, понимаем, что он видоизменился и он в банковскую систему превратился. Все равно там Индия должна сейчас много денег, но тем не менее, по крайней мере, нету как бы солдата с винтовкой у виска, да, вот, как раньше это было в Индии. И только в 54-м году Индия стала а-ля независимой. Представляете, в 54-м году мы уже, Вторую мировую уже как бы прошла еще сколько лет, и только в 54-м, по-моему, Индия обрела независимость. Понимаете, до этого это просто колония, колония, где были рабы, поэтому рабство в этом мире процветает, а сейчас другое рабство, денежное, потому что очень тяжело, войска надо постоянно держать, их кормить надо, это неэффективно, и поэтому придумали деньги, так, чтобы управлять это все очень красиво. То есть наше сообщество не хочет с этой системой не спорить, не это, наше сообщество просто создало свою систему, которая более благостная, очень интересная закона. Поэтому те, кто говорят лохотрон, те просто не знают ни истории, не знают ни географии, не понимают, как этот мир работает, финансы тем более. Надо немножко разобраться, чуть-чуть, надо поразбираться, пытливым быть немножко, вот так вот, чуть-чуть побольше опыта наработать, протестировать, зайти и протестировать, а потом принять, надо тебе это, нет, вдруг это шанс в твоей жизни, и ты его упускаешь, представляете, да? Как это многие участники, кстати, у нас говорят. Идем дальше. Следующий час создаваемый вопрос, это, так, деньги у нас, а, приглашать, не приглашать, да? То есть, типа, если вы не будете там приглашать, то все это ляснится, потому что новички не будут заходить. Да нам похрен на это, знаете почему? Потому что мы, у нас система такая, где не новички кормят верхушку, не пирамидальные системы, у нас одноранговая сеть, у нас старички кормят новичков, они сюда приходят на реабилитацию. Как делают старички, как делаю я, допустим, там, неделя через две, я там 100 тысяч, 200 тысяч, там, 200, там еще что-то, там еще, понимаете, да? Новичок как работает. Так это есть еще там, более круче лидеры, там, миллион туда, миллион сюда, да? А как новичок? 3000, и он их крутит, крутит, он их полгода крутит, и смотрит, и смотрит, в поту весь, сидит в поту, и не понять, не может, откуда же деньги, и крутит, и крутит, и как будто это даст ему вот это вот ощущение. И пока он не допоймет, пока он не поймет, куда он попал, у него это не появляется. И вот мы, старички, даем возможность вот это крутить, вот это все, кормим новичков, молодежь кормим, такую вот молодежь, не важно сколько лет, но мы ее называем молодежь, да? Которые еще не поняли, где они, да? И вот они начинают взрослееть, опериться, денег становится больше, они начинают смелее, больше потоков, больше потоков, больше денег, больше пополняем, больше денег дается, понимаете? Больше двигаемся вперед, это тоже очень интересно за всем этим наблюдать. Поэтому в одноранговой сети старички кормят новичков, и только потом, когда новички становятся старичками, вот тогда у них появляются деньги. Вот так это все работает, да? Это не пирамида, да? Мы можем вообще стать закрытым сообществом, и внутри у нас все будет очень хорошо. Но нам еще надо немножко единомышленников, денег у нас полно, а вот единомышленников не хватает. Вот, Дмитрий Васадин говорит, надо несколько миллионов, чтобы у нас полностью запустилась внутренняя экономика, и нас сейчас несколько сотен тысяч. Поэтому работать еще и работать по поиску, Наташенька, нам с тобой единомышленников. Вот, поэтому всем, кому небезразлична эта информация, кому она интересна, регистрируемся и начинаем разбираться. Как разберетесь, не пожалеете, что вы здесь остались и непосредственно начали что-то делать, начали как-то разбираться и менять свою жизнь. Поверьте, мне это стоит. Именно поэтому я здесь 7 лет. После моих топовых должностей в найме и после 10-летнего бизнес-опыта. Я остался здесь. Знаете почему? Потому что так свободно, я даже в бизнесе, вот как я могу жить сейчас, понимаете? Бизнес постоянно стресс, постоянно просто, это просто изматывающий стресс, до того момента, пока ты не сможешь реально откупиться. У тебя должно быть столько денег, чтобы вообще откупиться. Но, как правило, сама система, она начинает опять тебя выжимать, ты опять должен выживать в бизнесе. По-другому никак. И так свободно, как сейчас здесь, возможно жить с этой прекрасной системой. Это поймет только тот, кто здесь побудет чуть-чуть подольше. И еще вот очень интересно, это то, что когда все люди, которые у нас в сообществе, начинают получать результаты, так и правило месяц, два, три, уже первый результат начинает идти, мы заставляем прям, мы новичков заставляем, выводите деньги, выводите, тратьте на себя. Это не какие-то цифры в кабинете, это деньги, которые признаны единственной целью, повысить качество твоей жизни, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но выводи. Все, пускай сегодня ты пять тысяч вывел, завтра ты десять выведешь, послезавтра пятнадцать, неважно, выводи и меняй качество своей жизни. Вот, и возможно, кто-то из динамышленников заметит, что у тебя оказывается в жизни все улучшается, и спросит, а что у тебя происходит в твоей жизни, а где ты берешь деньги, да? Вот, Наташенька, а вот что ты думаешь по вот этому вопросу? Полностью согласна, и как раз вот я на практике, как я уже делилась ранее, да, я на практике именно показывала людям, я занимаюсь и я транслирую, что происходит в моей жизни. Вот сегодня даже, да, я вот в гостевом чате делилась, что я давно мечтала о ромалампу, я ее приобрела, сегодня мне пришли еще масла, очень дорогие, качественные, уже вот они сейчас работают, поэтому именно я и показываю людям, почему у меня приходят люди, да, в команду, я не зову, никого не зову, я просто показываю, как я живу, как мое качество жизни изменяется, да, и люди видят результат, что действительно я пользуюсь деньгами фонда, и приходит нам мой результат. Это делать очень просто, ну, как я говорю, за завалами это неинтересно, что ты там, приходи, и эти, да, вот это вот, такое, что, приходите в мой канал, ты там, такое, да, а ты нет, ты живешь обычной жизнью, транслируешь, где я беру деньги, всегда благодарю наш фонд, и это намного интереснее, и кому откликаются, приходят, кому не откликаются, зреют дальше, но все равно рано и поздно сюда иду. Все правильно, поэтому, друзья, если вам интересно, все хорошо сейчас интернета, кому интересна эта информация, берем ссылочку у своего пригласителя, регистрируемся, и, короче, вперед. Так, выбивает что-то немножко, говорит, пишите, Наталья Моисеева, прекрасный лидер, заходите к ней в команду, и вперед разбираемся, это очень важный момент. Ну и сейчас давайте ответим на вопросы, может, какие-то еще есть, какие-то есть еще, может, у наших участников. Давайте, Марина здесь поднимает руку. Да, Марина, слушаем. Нажимаем на центральную кнопочку, микрофончик. Я думала, что вас не слышно было. Я вот уже вас второй раз, ну, вебинар, ну, вот вы ведете второй раз, Индрей, я вас второй раз слушаю, мне очень нравится. У меня тоже есть мой пригласитель, да, она со мной работает, и у меня уже три площадки. это европейская, сейчас скажу, ну, две евровых площадки, она белая, потому что я в Европе живу. Вот. И, ну, наверное, еще я не могу назвать, не запоминается, в лотерею. Вчера мы, по-моему, с ней зашли, она мне показала, но я еще ничего пока не выиграла. Вот. А у меня все время вот такой вопрос крутится. Вот вы уже седьмой год. Как с налоговой? Да, прекрасно, все с налоговой дружим, все хорошо. Нет, я имею в виду, надо регистрироваться. Ну, смотрите, смотрите, тут каждый решает сам это все делать. То, что хотите, то и делаете с налоговой. Хотите, дружите, хотите туда пирожки носите. Хотите, хотите, вообще туда не ходите. То есть, что хотите, то и делайте. Если вот чувствуете, что у вас что-то там йокает уже, идите самозанятость оформите. Если не чувствуете, то не надо. Если уже что-то большее чувствуете, можете ИП идти оформить, да? Вот. Если вопрос возникает АКВЭД, ну, напишите кайфолог, да, профессия такая нового времени, кайфолог, да? Вот. Поэтому, проблем-то нету. То есть, ну, идете и делайте, если к вам приходит ощущение, что это надо делать, пришло время. Вот и все. Я как-то, я самозанят. Я уже много лет в Европе, поэтому не особо до меня доходит, что это такое ИП, и все остальное, это надо в интернете почитать, как с чем его едят. Вот. Мне просто все время вот такой вопрос крутился. А как же люди, столько лет, у нас же не коммерческий, у нас не коммерческий проект, у нас не приходится, нет какие... Вы вводите на карту, на российскую. Марина, еще раз, еще раз, внимание, у нас не коммерческий проект, а это говорит о том, что нет такого юридического лица, к нам деньги не приходят, нам деньги приходят от других физлиц, да? Кто-то пишет «Возврат» долго, кто-то пишет еще там что-то, да? И таким вот образом мы просто меняемся между собой. Представьте, что вы на улице договорились с соседями, что вы будете помогать друг другу по необходимости, и вы друг другу перечисляете, деньги помогаете. Сначала первый сосед в втором, потом второй в третьем, третий в четвертом, потом в пятом, и так вот деньги по кругу ходят, да? И там десятый вам обратно, и вы обратно вот так по кругу гоняете. Вот. Что? Вы должны с этого налоги платить? Вопрос. Нет, конечно. Ну вот, видите, вот слишком в чем лежит. Теперь я тоже поняла. У нас сообщество, у нас не компания, у нас не коммерческий проект, у нас сообщество свободных людей, поэтому и все, как бы, все средства приходят от физических лиц непосредственно. И только так. Я с ними. Спасибо. Пожалуйста, спасибо, Марина, за вопросы. Еще, друзья, у кого есть какие вопросы? Кто здесь новички? Не стесняйтесь, может, если есть какие-то вопросы, задавайте. Минуточку, минуточку, две. Давай. А новички думают, позвольте мне, пожалуйста. Да, 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 да. Татьяна, да, слушаю. Да, зовут меня Татьяна Павловна Базюкова, но первое, что я хочу сказать, сегодня дебют, я поздравляю тебя, Наталья, все здорово, но у меня к вам вопрос. Андрей, ты у нас всегда, мы уже его знаем, сегодня лавры не будем ему раздавать, пусть он сидит сегодня и улыбается, вот, но я хочу вас спросить, а сколько же вы лет в потоках, когда вы зашли, и вообще смысл, зачем вы сюда пришли, вам кто-то вот говорил, когда вы вот кому-то рассказывали, а вы-то зачем сюда пришли, вот у меня получилось два вопроса, сколько же вы лет уже здесь в потоках, и вообще зачем вы сюда пришли? Татьяна, спасибо огромное за поздравление, мне очень приятно, потому что лидерский состав у нас, это особенное, да, сообщество людей, вдохновителей и поддержки, я в потоках, получается, с 21 июня 2023 года, вот будет 21 августа, год и два месяца, я еще совсем-совсем, можно сказать, новичок, да, но уже с потрясающим результатом, как и себя, и команды, зачем я сюда пришла? Знаете, когда у меня получилось вот скам, да, и... В коммерческих проектах, да, в коммерческих проектах, да, когда у меня получился скам, ты утром просыпаешься, а ты уже привык вот в этом ритме жизни жить, да, когда ты с командой работаешь, когда ты делаешь счастливыми людьми, моя задача, вот я мечтала об этом, чтобы меня окружали счастливые люди, вот у меня был такой запрос, плюс еще, я люблю очень личностный рост, рост, да, я люблю это, я люблю обучаться, я люблю идти в ногу со временем, да, и как раз вот меня вот это мотивирует, как много больше окружить себя счастливыми людьми, а деньги это, знаете, как вот, все сюда приходят, как бы, да, за деньгами, и я вначале пришла за деньгами, но сейчас я живу другим качеством жизни, да, мне нравится вот это состояние, я была удивлена, насколько здесь люди спокойные, гармоничные, сами с собой, как я говорю, со вселенной, с окружением, вот, плюс еще. И сейчас, Наташенька, внимание, чтобы таким быть, на это надо два фактора, первое, деньги, второе, время, запомните его, деньги и время. Да, поэтому, Наталья, вы наш человек, поэтому я поздравляю, действительно, вы, ну, просто ответили здорово, потому что, как бы вы ни крутили, ребята, и все, кто здесь сейчас слушает, поверьте, мы все сначала, ищем деньги, счастье приходит потом, когда вы понимаете, что у вас за спиной, крылышки расправляются, вот, я в потоках тоже год, я лидер на всех площадках, завтра вы меня здесь услышите, вот, и поэтому я же тоже пришла сразу, не быть счастливой, откуда мы знаем, что это за, куда нас приглашают, какое же тут счастье, счастье, когда мы сами становимся, и мы начинаем улыбаться, поэтому, Наталья, сегодня вы просто великолепны, улыбка у вас не сходит с лица, значит, вы действительно, уже финансово счастливый человек, и провели вы презентацию сегодня, рассказали о себе, и о том, как вы развиваетесь, как вы прекрасно понимаете наши потоки, вы не просто их понимаете, вы чувствуете эти потоки, потому что ваша вот лексика, разговор, как вы описали, ребята, вы послушайте, это человек, который чувствует эти денежные потоки, поэтому я благодарю вас, Андрей, за то, что вы пригласили Наталью, познакомили ее с нами, и теперь мы знаем в лицо, хоть мы и знали ее по фотографиям, да, счастливого человека, поэтому в нашей команде растут очень добрые, причем финансово добрые теперь люди, потому что они вырвались из потока социума, из потока гонок этих, понимаете, гонок, вот где мы находимся, мы и будем жить пока в этой пирамиде, но мы рядышком, совершенно рядышком, в другом финансово параллельном мире, со счастливыми людьми, ребята, это классно, Наталья, я вас поздравляю, очень мне здорово и приятно, ну, а Андрей, вам уж, конечно, я хочу сказать огромное спасибо за такой созвон, да, Наталья, за такой созвон, и это было классно сегодня, сегодня было классно. Спасибо, спасибо, Татьяна. Так, Светлана еще хочет задать вопрос, слушаю, Светлана, нажимаем на центральную кнопочку, микрофон, и задаем вопрос. Подымали руку, Светлана, прием, Светлана потерялась. Хорошо, ну что, будем тогда завершать, сегодня мы уже так плотненько, да, Наташенька, заключительное слово, потом я, и будем завершать. Спасибо, Андрей. Но, ребята, у меня, знаете, какое заключительное слово, я его тоже люблю, как бы, да, говорить, когда люди думают, а стоит ли к нам заходить. успех является, когда тебе предоставляется возможность прийти в наш фонд, и ты преодолеваешь все свои сомнения, страхи, неизвестность, и делаешь шаг навстречу нашим денежным потокам. конечно, в первую очередь открывайте, да, свой кабинет, регистрируйтесь, и открывайте наши потоки, и не медлите, открывайте сразу все потоки, тогда точно вам гарантирован успех. Вы узнаете, как действительно у нас стать счастливым, находиться действительно со счастливыми людьми, и у вас здесь только зависит от вашего желания, от вашего стремления, от ваших действий, ну, и, конечно, от, как бы, коммуникации с вашим наставником, чем вы будете его больше доставать, больше будете задавать вопросов, тем будете профессионалом. Спасибо. Спасибо, Наташенька, спасибо за эфир, что мы так с тобой вместе провели презентацию, очень классно все получилось, мне очень супер понравилось все. Ну, а вам, дорогие друзья, вот уже практически там 200 человек у нас сегодня были на эфире, хочу сказать, что вот несколько сотен тысяч участников нашего сообщества ежедневно крутят денежными потоками, да, и от этого их жизнь становится все проще, легче, усилее. И как хорошо, я думаю, что эту информацию вы услышали именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще. Поэтому, если, конечно, вам это надо. Вот. И денежные потоки, вот поймите, это не какой-то маленький коммерческий проект в интернете с желанием срубить бабло. Нет, это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все очень хорошо. И когда вы на 100% разберетесь с нашим денежным потоком, вы поймете, что жить вам, оказывается, станет намного проще. Легче и от этого веселее. Желаем всем вам бурных денежных потоков, счастья, здоровья. И до новых встреч. Всех обнимаем с Натальей, всех целуем. И не забывайте, что мы творим историю своей жизни и нашего сообщества.